Марио Лемье Под номером 66 Если у великого Уэйна Грецкий был номер 99, то Марио Лемье, как бы соперничая с ним, выбрал номер 66. Вряд ли в самом деле у Грецки был в НХЛ более достойный соперник. Разница в возрасте двух великих хоккеистов невелика. Марио на четыре года младше Уэйна. Само появление 19-летнего Лемье на льду было необыкновенно ярким. В октябре 1984 года, в дебютном своем матче за Питтсбург Пингвинс против Бостон Брюинс, едва выйдя на площадку, первым же касанием он отобрал шайбу у знаменитого защитника соперников Рея Бурка и отправил ее в ворота. Дела у клуба Питтсбург Пингвинс тогда шли неважно. Сам Марио Лемье, родившийся в Монреале, конечно, с детства мечтал играть в знаменитом клубе Монреаль Канадиенс. Он выступал в юношеской лиге провинции Квебек, показывал яркую игру, но тренеры Монреале отчего-то не спешили обратить на него свое внимание. Когда пришла пора думать о профессиональной карьере, контракт юниору предложил именно Питтсбург. Ехать в американский город Марио не хотелось, и он согласился, скрипя сердце. В провинции Квебек и в Монреале говорили в основном на французском, а в английском он был не очень силен. Из-за этого в дальнейшем у него и в самом деле случались определенные трудности в общении с журналистами. Зато на льду он заблистал с самого начала. Питтсбург Пингвинс до его прихода терпел поражение за поражением, дома у себя играл при почти пустых трибунах. Но вскоре зрители стали приходить специально для того, чтобы посмотреть на игру Лемье. Юный хоккеист отличался филигранным умением вести шайбу, сильными неожиданными бросками, умел неожиданно для соперников появиться именно там, где в следующий момент оказывалась шайба. Словом, в Питтсбург Пингвинс появился настоящий лидер, и дела у команды стали поправляться. Правда, в сезоне 1984-85 годов Питтсбургу так и не удалось пробиться в плей-офф. Зато Марио Лемье получил возможность в составе сборной Канады отправиться на чемпионат мира в Прагу. Там канадцы завоевали серебряную медаль, а вдохновенную игру 19-летнего Марио Лемье увидел весь хоккейный мир, и о нем заговорили, как о новой яркой суперзвезде. А он и в самом деле от сезона к сезону играл все ярче. Да и Питтсбург Пингвинс все ближе подбирался к вершинам НХЛ. Очень удачно сложился для Лемье сезон 1987-88 годов, когда он забил 70 шайб и сделал 98 точных передач. Тогда Марио получил приз Артрострофи, как самый результативный игрок НХЛ, и приз Харттрофи, как самый полезный игрок. В середине 1988-89 годов Лемье улучшил собственные показатели, забросил 85 шайб и сделал 114 точных передач. 85 шайб Марио составили 57,3% всех шайб команды Питтсбург Пингвинс. Это наивысшее достижение игрока в истории НХЛ. В том же году Лемье установил рекорд, который вряд ли кто-то сумеет повторить. В одном матче забил 5 шайб пятью разными способами. В разных составах, в большинстве, в меньшинстве, буллитом, а также броском в пустые ворота, когда соперник, надеясь спасти игру, менял вратаря на полевого игрока. Увы, уже в следующем сезоне, 1989-90 годов, у 25-летнего хоккеиста начались проблемы со здоровьем. Сначала это были сильные боли в спине. Врачи нашли смещение одного из позвоночных дисков. Летом 1990 года Лемье перенес операцию. При этом в организм Марио попала инфекция, и ему пришлось провести в больнице несколько месяцев. Тем не менее, в следующем, 1991 году, он играл настолько блистательно, что команда Питтсбург Пингвинс выиграла кубок Стэнли, первый за всю свою историю. В 1992 году, показывая великолепную игру, пингвины завоевали кубок Стэнли во второй раз. Однако у самого Марио продолжались боли в спине. В январе 1993 года, в разгар сезона, врачи нашли у него признаки ракового заболевания крови. Пришлось проводить двухмесячный курс радиационной терапии. Без своего лидера пингвины проваливали матч за матчем. Проведя последний сеанс облучения, Лемье немедленно полетел в Филадельфию, где предстояла очередная игра, и в тот же вечер сыграл против Филадельфии Флайерс, забив гол и сделав результативную передачу. Тогда и началась рекордная победная серия Питтсбург Пингвинс из 17 побед подряд, которую пока никто не сумел превзойти. В том сезоне Марио Лемье уже в четвертый раз стал лучшим снайпером НХЛ. Однако здоровье по-прежнему его подводило. Летом 1993 года он вновь перенес операцию на спине. Весь следующий сезон его мучили боли, связанные с последствиями операции и лучевой терапии. По счастью, хотя бы о раке теперь можно было не думать. Тем не менее, в сезоне 1993-1994 годов Лемье играл с перерывами, а сезон 1994-1995 годов полностью пропустил. За мужественной борьбой великого хоккеиста с болезнями с волнением следили миллионы его почитателей. Все были необыкновенно рады, когда в сезоне 1995-1996 годов состоялось возвращение Марио Лемье в хоккей. Да какое! Он забросил 69 шайб и сделал 92 результативные передачи. В том сезоне Питтсбург Пингвинс вновь сражался за кубок Стэнли, но дошел только до полуфинала. После этого Марио Лемье отыграл в Питтсбург Пингвинс еще один сезон, а в апреле 1997 года объявил о том, что вскоре оставит хоккей. После этого на всех матчах, где играл Лемье, зрители аплодировали ему стоя. 26 апреля 1997 года Пингвины были выбиты из плей-офф Филадельфии Флайерс. И этот матч стал последним в карьере великого хоккеиста. Когда Лемье ушел из спорта, ему еще не исполнилось 32 лет. Он играл куда меньше многих других хоккеистов, не говоря о Горде Хоу. Тот же Уэйн Грецкий, будучи четырьмя годами старше Лемье, играл дольше его на два с лишним года, но тем ярче кажутся хоккейные достижения Марио Лемье. В 25 матчах он забивал по три шайбы, в девяти по четыре, в трех по пять. В шести сезонах на его счету было больше 50 шайб, а в лучшем своем сезоне 1988-89 годов Лемье, стоит напомнить, забросил 85 шайб. Тогда же он сделал и 114 точных передач. После ухода Марио Лемье дела Питтсбург-Пингвинс вновь пошли не слишком удачно. К тому же, к 1999 году клуб находился на грани банкротства. И тогда Лемье купил родной клуб, благо заработанные деньги ему это позволяли. А в следующем сезоне решил вернуться на лед и стать таким образом первым в истории НХЛ играющим владельцем клуба. Тоже своеобразные рекордные достижения. Вскоре, однако, ему пришлось бороться с травмами и, наконец, врачи запретили ему играть из-за обнаружившихся проблем с сердцем. На этот раз Марио Лемье ушел из хоккея окончательно, объявив на прощание журналистам. «Я больше не способен выступать на том уровне, к которому привык сам и приучил болельщиков. И я понял, что нет ничего важнее собственного здоровья и здоровья семьи». Сейчас Марио Лемье живет в Питтсбурге в своем большом доме, воспитав вместе с женой четверых детей. По-прежнему он остается владельцем и президентом клуба «Питтсбург Пенгвинс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова